Девушки отдыхают Наручники Наручники Убит Леха Может телефон отключить? Может Гарри позвонит? Давай я сам ему на трубку наберу На этом складе никаких работающих телефонов ни при каких обстоятельствах, понял? Понял Поехали А деньги? Павел, может врача позвать? Нет, нет, все нормально Вы уверены? Это же как удар молотком Уверен, что у тебя Номер, на который звонил Бурковец, судя по всему, Смолина-младшего, Игоря Но аппарат найти не удалось Сигнал пропал где-то в районе складов Видимо, он его выкинул Мы ищем, но пока безуспешно Через сотовых операторов Все звонки, которые будут поступать на тот номер, будут перенаправлены на эту трубку Наши техники отслеживают все звонки Молодец, Артем, большой молодец Далеко пойдешь Есть у кого учиться Ладно ТЕЛЕФАнт ТЕЛЕФАНт Где мой брат? Он мертв. Это ты, Белов? Да. Как он погиб? Погибают люди, бандитов уничтожают. Я застрелил его, и тебе недолго осталось. Думаешь? Знаю. Я заберу все, что у тебя есть, Белов. Я не хотел убивать его. Он не сдался. Но тебя... Тебя я прикончу. Все, что у тебя есть, сука! Все, что у тебя есть, тварь! Все! Сдавайся, это твой единственный шанс. Молись, с кого веришь, я уже иду! Что? Точку засекли сразу. Отправили туда ближайшие экипажи ППС, и наши выехали. Но объект находился в движении. Сигнал пропал. В общем, он знал, что делал. Что он нам сказал? Ничего нового. Ничего нового. Павел, хотел спросить. Вы, наверное, забыли. У меня свадьба. Нет-нет, я помню. Вы придете? Я приготовил три места. Дочку возьмете? Конечно. Конечно, мы придем. По безопасности пробил все. Ну да, в ЗАГСе усиленная охрана. От прогулок, от всяких пришлось отказаться. Сразу поедем в загородный дом отдыха, наш ведомственный. Ну и там залечек сняли, никаких ресторанов. Это правильно. Ну, я тогда пойду. Я приглашение вам передам. Да, конечно, давай. До завтра. Алешечка, да все так ужасно. Это расплата. За что? За все. За такую жизнь. Ничто не дается даром. Это же твой брат. Я любил его. Ну, я такой. Я принимаю вещи, какие они есть. Дорога, которую мы оба выбрали. Мне жаль, что ему пришлось тоже. Но каждый сам себе хозяин. А Пашка не спит? Нет. Позови его, мне надо с ним поговорить, я поеду. Куда поедешь? Позови, позови. Леш, куда ты поедешь? Паша! Паша! Леш, подожди, куда ты поедешь? Привет! Ну, здорово, Паблида. Я тебя ждал, не ложился. Молодец. Молодец. А где Игорь? Он обещал со мной конструктор построить. Ты мужик? Я хотел с тобой поговорить, как мужик с мужиком. Понимаешь? Паблида. Игорь, он... Ну, в общем, он... Уехал, зайчик. Он уехал, ему предложили работу в другом городе. И он уехал. А как же конструктор? Он обещал. Так папа соберет конструктор. Папа. Ура! Да, иди в комнату, доставай конструктор. Сейчас папа придет. Зачем ему наврала? Зачем? Я должен ехать. Наврала? Это твой ребенок, Леша. Ты приходишь, когда он спит. А когда он просыпается, ты спишь, потому что приходишь не пойми когда. Не ори, ты же не рассчитывал на тихую семейную жизнь. Не надо, я тоже не рассчитывала. Я тоже, но так случилось. Ты сейчас пойдешь и будешь с ребенком, слышишь? Можно хотя бы завтра. У меня брат в морге лежит. Сейчас. Слышишь, сейчас. Потому что мне надоело врать ребенку, что его папа разведчик. Слышишь? Он спрашивает, где папа, а я понятия не имею, жив ли ты вообще? Ты знаешь, каково мне? Побудь в моей шкуре. Разденься! Ничего, мама. Дверь на конструктор. Вот. Арктипичный. Байон Джилич, мы закончили проверку территории, ну, то есть, которая появилась Смолин-младший. Это гаражи. Так. Вызвали владельцев, вскрывали. В одном из гаражей обнаружили трупы Бурковца и его сына. Мертвые. А, ну да, трупы. Черт, извини, мозг отказывает. Так, следы какие-нибудь? Никаких следов. Но, судя по всему, им удалось получить денег с Бурковца за сына. И они убрали обоих. Похоже. Ладно, работайте. Завтра к утру подготовьте отчет. Есть. Хорошая новая охрана. Профи. Все сделал, как ты сказал. Молодец. Есть сумки в моей машине. Скажи им, что принесли. Молодец. До свидания. До свидания. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Все свободно. А что это? Открой. Да не бойся, открой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Боже мой! Сколько там? Десять лямов евро в каждой. Давай выпей за моего брата. Ничего, Кась. Спи спокойно, младший. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что случилось-то? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Отравление свинцом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я заберу немного. С остальным работаю. Должно быть в деле и чисто. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушай, Алексей, тут один человек, с которым я раньше работал, предлагает долю в банке. У него дела сейчас не очень. Банк, это интересно. И полезно. Он твой друг? Нет. Отлично. Бери долю. Потом вытесни. Не захочешь, то берем. Молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мама, папа. Что там такое? Ну, понимаешь, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ты должна спросить у папы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да что там? Паш, Лера спрашивает? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам, не говори я. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пап, ты к нам навсегда переехал? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ты хотела бы, чтобы насовсем? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пап, я взрослая, не маленькая. Ну, конечно, мы тебя уже замуж выдаем. Пап, вот не надо только вот это вот иронизировать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пап, я прекрасно понимаю, что тебе надо это решать не со мной, а с мамой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И как решите, пожалуйста, известите меня? Сударыня, вас как известить? Простым письмом или заказным? Папа! Ну, хорошо, хорошо, известим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, пойду отдохну, а то у меня какая-то хроническая усталость. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как это? А работа? Ну, какая работа? Сегодня же воскресенье. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что, 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 что? Ты знаешь это слово воскресенье? Может быть, ты еще знаешь выходной? Да, знаю. Выходной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, я этого не перенесу. И что ты хочешь сказать, что ты как нормальный человек сегодня весь день проведешь дома? Ну да, буду валяться на диване. Вы так разговариваете? Смешно. Нет, Ярочка, это еще не смешно. Слышала бы ты, как твоя мама чутила, когда ты еще не родилась. Вот это было смешно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Давай показывай, что там у тебя. На, Тусь. Давай я тебе через недельку покажу, ага? Нет, не ага. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, хотя бы через пару дней. Паш. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А-а-а! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это что? Можно я не буду говорить? Слушай, заканчивай это нельзя. Тише, это пуля. Как? Что, ранил? Нет, в жилет попал. Ну, может быть, ребро сломано. Ну, хотя, ну, трудно сказать. Да ты что, даже у врача не был? Рентген не делал? Успокойся, пожалуйста. Ну, не хватало, чтобы еще Лера узнала. У меня мазь есть. Какая, к черту, мазь? Ты посмотри. Ну, просто большой синяк. Да какой синяк? Он черный есть. Ну, значит, большой черняк. Паша. Ну, хорошо. Завтра схожу к врачу, а сегодня у меня выходной. Ну, я на диванчике полежу. Принеси мне мазь, пожалуйста, она у меня в кармоне пальто. Как ребенок, честное слово. ТЕЛЕФОННОЙ ТЕЛЕФОННОЕ Просто в районе 40 человек будет. Если ставить столы так, как вы говорите, то у нас никто не поместится. А если попробовать поставить вот так и вот так, то есть буквой Т, понимаете меня, да? Да, да, да. То тогда у нас все поместятся. Таким образом у вас образуется место для транспорта. Правильно я говорю? Правильно, конечно. Да? Конечно. Отлично. А, ой, скажите, по поводу оформления зала. Это с кем? Ой, это немножко не ко мне. Сейчас я позвоню, у нас тут есть, типа, как дизайнер. Типа как? Ну, да. Ну, вы же понимаете, кто обычно зал заказывает. Люди военные, суровые. Да, есть такой момент. Где куру непридирчивые. Спасибо. Спасибо. Ну и что? Я счастлива. Я рада. Я так рад, что ты рада. Не трогай никогда мою шляпу. Здорово, Лех. Нашел матрас. Надул его. Зачем? Я знаю. Вот лежу. Оставать собираешься? Пока не планировал. Когда Гарька хоронят, да? Нет. Где тоже неизвестно? Нет. А родственники у вас еще остались какие? Нет. Теперь единственное смотрим на этой земле, кроме меня, это мой сын. Леха, если надо, я насчет похорон могу пробить людей найду. Не надо. Ему уже не поможешь. Чекисты по любви вас все на контроле держат. Ждут, что я сунусь. А людей найди. А людей зачем? Крупный куш хочу сорвать. Леха, ты чего? Какой куш? Вы же вчера 20 лямов взяли. До этого еще деньги были. Бабки уже работать начинают, а ты даже не тратишь. Круглый найди людей. Там ювелирка. Магазин с мастерской. Крупную партию можно сорвать. Бешеные бабки. Леха, ты чего? Остановись. Какая ювелирка? Какая партия? Ты чего? Мы с тобой всегда вместе были. Ты же ничего не боялся. Сейчас ты чего испугался? Леха. Ну, это похоже на то, как на спортбайк садишься и до трех сотен разгоняешься. На мокром асфальте, на МКАДе. И между машин в шашки начинаешь играть. Это же весело. Это жизнь. Это адреналин. Да, весело. Да, адреналин, когда одну, две минуты. А когда разогнался и не можешь остановиться. И когда нет тормозов. Это страшно, Леха. Я не призываю тебя участвовать. Будешь на подхвате. Людей, Надюш. Когда тебе нужно? И сколько? Один-два для слежки, отработки объекта по задаче. И трое бойцов. Если будут одни и те же, даже лучше. Ну, есть я изначал. Надежный, проверенный. Бригада у него нормальная. Пойдя, кам, что? Приведи их, Александр Гуалюч. Игры в любовь и смерть. Вечный, как мир, Где от страсти легко сгореть. И нужно решать, С кем быть и чему отдаться. В мире, где правит страх, Чувства сжигая в огне костра. Делая ход, Ты поймешь, что устал бояться. Молодой человек у вас прикурить. Найдется? Тебя как зовут? Кристина. Подожди меня, Кристина. Угу. Извините. Ну как, сюда стол? Стволы и снаряжение в феноскопе. Молодца. Слышь, Леха, Этот фуфел, Через которого я все это доставал, Ну? В последний момент цены понял на 20%. У меня всей суммы не было, Я ему основное оставил, Сказал, потом разберемся. Заплати ему. Леха, А на хрена? Мы подъедем, Объясним, что к чему. Зачем, круглый? Зачем? У нас еще денег так мало. Это же ерунда по сравнению с нашим оборотом. Силу надо применять, избирать она. Они покажут мелочи, которые непонятно еще чем аукнется. Не понял. Заплати один раз. Приди и скажи, Что мы понимаем, И из уважения к нему готовы заплатить больше. Но первый и последний раз. Поверь мне, Он больше не поднимет цены. С людьми, которые покупают автоматы, Лишний раз не связываются. Ну что, Говоришь, на складе все? Я туда. Мы не с тобой? Не, я кое-что с бойцами перетру, А ты здесь отдохни. Поиграй. Расслабься. Ну ты хоть скажешь, Что брать-то будете? Со временем узнаешь. Надень хоть не уран? О, нет. Прости. Андрей, дома? Нет, он на работе. Виталик, а милиция не может? Следить? Да нет, не может. Расслабься, все нормально. Я два дня проверял. Забили они на вас. Мам. Я пришел попросить прощения. Ну, проходи. Потерялся я, мал. Виталик. Пожалуйста, сейчас не надо, не плачь. Я пришел, чтобы сказать тебе важную вещь. И мне надо, чтобы ты меня услышала. Я тебя всегда любил, мам. И сейчас любил ты, ты знаешь. И Андрей твой, он хороший мужик. Хоть мы с ним и не лазим. Все у вас будет хорошо. Сынок, все еще можно исправить. Нельзя. Ничего уже не исправим. Там уже столько всего. Поздно уже, мам. Я помню, ты всегда хотел гордиться мной. А я натворил столько плохих дел, даже ужасных. Может, я и тварь какая последняя. Я не жалею ни о чем, кроме одного. Я повелся, мам. Я не знаю, получится еще увидеться или нет. Я только хочу, чтобы ты помнила, что я тебе сказала. Прощай, мам. Подожди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы что, на войну? А ты думал, на детскую плачетку. Я рассчитывал на что-то попроще. Мне круглый ни о чем такого не говорил. Я тоже не думал, что так. Я как все. А кто-то сказал, что будет легко? Искать потом будут. Вас? Я тебя умоляю. Будут искать меня. Если что. Хотите, я вообще без маски пойду? Что, прикалываешься, что ли? Тебя возьмут, ты нас потом сольешь. Меня не возьмут. Я лучше себе пулю в голову пущу. Ну, так как порешаем-то? Вы же вроде сначала согласились. Вначале не знали всех деталей. Работа, в принципе, для нас привычная. Но это особое дело. Так что, то было вначале. Но вначале цена была другая. А, сейчас? Здесь полгамма евро. Сейчас получите по полтосу. А с остальной разделите после дела. Кто со мной? Ну, я по-любому. Все, что скажешь. Я как все. Нет, это не то. Лерка обрадовалась очень, что на свадьбу пойдет. Так ей интересно посмотреть. Ничего. Смотрится еще. Что ты бомнишь-то все, Белов? Еще какой-то занудный слегка стал. Чего? В прошлом году мы должны были пойти к подруге на свадьбу. А она заболела. И что, из-за этого замуж не вышла? Чего? Лера заболела, не подруга. А, извини, но ты просто так сказала. Ну, расскажи мне про Артема. Что он за парень? Вообще, ты знаешь, он мне тебя в молодости напоминает. Только ассоциируется все время с какими-то нехорошими новостями. Все время сообщает что-то. Ответственный, умный, смелый. Ну, конечно, кое-где не в меру горяч, но это пройдет. Семья у нее хорошая. Отец тоже служил. Поэтому, можно сказать, у нее это фамильное. А невеста? Я о ней ничего не знаю. Видел несколько раз. Она вообще понимает, на что идет? А ты понимала? Ну, сейчас я знаю, что это невозможно понять. Это можно только прожить. Значит, и она не понимает. Нормально? О, шикарно. Да? Да. Смолин чего-то притих. Как чувствую, готовит что-то. Бан, курант, похищение. Боюсь представить, что у него еще на уме. Что же он за человек такой? Неужели, как кроме грабить и убивать, больше нет смысла в жизни? А почему он такой? У него в биографии много темных пятен. Если мы смогли бы заглянуть за них, мы бы многое поняли. Главное, чтобы он завтра ничего не вытворил. Значит, со свадьбы уйдет не только жених, но и добрая половина гостей. Даже не знаю, как это может отразиться на их отношениях, если что. А уйти надо будет. Не накручивай себя. Все будет хорошо. Значит, все-таки этот? Ну что, Лех, может, уже посвятишь меня в детали? Мне-то что делать? Страховать. Будешь с тачкой ждать меня в указанном месте. Мне еще с твоими парняками надо будет разбежаться. У меня такое ощущение, что ты что-то не договариваешь. Вот прямо здесь будешь стоять рабочая. Отведи меня, наш клад круглый. Товарищ полковник, Павел Бедович, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пап, а можно я букет подаю? Нужно, только сначала давай разденемся. Отвесы прикиданности. Най-ка, не-ка, не-ка, не-ка. А-ка. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Ой, спасибо. Спасибо. Держи. Спасибо. Разнички. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Пойдите. Пойдите. Итак, и в гости. Павел Дмитриевич. Тема. Даша. Я вижу, у вас все получится. Люди вы очень хорошие, чистые. Главное, чтобы было взаимопонимание. Будет взаимопонимание, тогда все будет. Все остальное. Спасибо, Павел Дмитриевич. Спасибо. Ребята, я вас поздравляю. Мы вас поздравляем. Тема, ты прости, пожалуйста, что я на тебя кричала иногда. Да ну что вы, даже совсем мы не кричали. Вам спасибо. Вы прекрасная пара. Я искренне желаю вам счастья. И Паша о вас так отзывался. Кстати, а у нас есть букет. Он сам ходит. Да вы что? Я не букет. Поздравляем. Ты такая красивая. И платье у тебя такое красивое. Ну прям как у принцессы. Лерочка, спасибо тебе. Ты сама принцесса. Уважаемые гости, я предлагаю аплодисментами проводить наших молодоженов на свои почетные места. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, может броники сейчас оденем? На месте. Гайцы могут тормозить. Дело говорит. Ну что, погнали? С Богом. Ты еще скажи в добрый путь. Колу подвиньте. Да, Рыжий, Бога не трожь. Ему и без нас тошно. Горько! 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 Роза! Горько! Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! С AWAREWA! ИBe! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ух, я танцевалась! Да быть не может, неужели батарейки сели? А, нет. Сейчас отдохну и еще пойду. А вы чего не танцуете? Пригласи маму. Полковники Лерочка не танцуют. А вот и неправда. Очень даже танцуют, только вот не под это. Паш, ну, тебя. А, Юрий Сергеевич, замначальника отдела. Обещал кое о чем с ним поговорить. Десять минут, ладно? Пойдем покурим, пообщаемся. Ага, хоть я и не курю. Бредом постоим. Ну что, Паш, как жизнь? Да знаете же, Юрий Сергеевич. Знаю. Жуть. Соболезную. На моей памяти первый раз такое. А ведь я начинал в КГБ. Какое? То, что поймать не могут, или то, что лично мстит? И то, и то. Просто дьявол какой-то, а не человек. Ничего. Братец его отбегался, а скоро и это в очеред. Может, медаль дадут. Или генерала. Думаете, оно мне надо? Да, конечно, не надо. Ладно, пойдемте внутрь. Там договорим, а то холодно тут. На пол! Где на пол? Даша! Даша! Дашу! Что 입? Еще не надо. Переворачивайте столы! Наверх! Уходите все наверх! Оружие есть? У меня нет. Куда ты? Лера! Это не ее кровь! Это не ее кровь! Наташа! Забирай Леру! Поднимайся наверх! Живой? Нет! Там есть задняя дверь! Можно выскочить! Ты как? Держи здесь! Не дай ей войти! Они в броне! Стреляй по ногам! Они лопят по второму этажу! Успокойся! Стены толстые! Если все лежат, ничего не будет! Главное не дать им войти! Я убью этих сук! Артур! Они там! Кажется, всех положили! Только вы на второй этаж не добрались! Артем! Надо валить! Уже скоро приедут! Привил машину, я сейчас подойду! Ну как тебе теперь, Белов? Стреляйте, Павел Дмитриевич! Убейте его! Ишь ты, какой храбрый! Это же у нас Артемка, да? Артемка! Ты зачем, сука, к моей бабе эту Киру подослала? А ты, тварь? Ты? Хватит! Автомат на землю! Нет! На землю автомат! Нет! Не делайте этого! Павел Дмитриевич! Отпусти его! Он тут ни при чем! При чем, ни при чем! Идите вы нахрен со своей философией! Я сам разберусь! Я ухожу! Ты хотел этого? Я брошу дело! Я уйду со службы, только отпусти его! Оставь нас всех! Не надо больше крови! Уходим! Молчи! Белов, я не за этим пришел! Мне не важно, зачем ты пришел! Мы закончим это здесь! Делай, что хочешь! Живи, как хочешь! Только отпусти его! Ты больше обо мне не услышишь! Ты выиграл! Пошел! Медленно! Руки подними! Белов! Скажи, как звали моего брата? Зачем? Быстро! Игорь Смолин! Это за него! Черт, какого хрена! Ты не сказал, что там свадьба! Ты сказал, вольнуть пару человек в доме отдыха! И что теперь? Пацанов хлопнули! Ну и радуйся! Все пабло твое! Там дальше, выброси меня у моста! А я куда? Как и договаривались! До поселка тачка в лес, а там электричка! Вот здесь, выкини меня! Удачи! Завтра со злом! Давай! Это я круглый! Все прошло великолепно! Приезжай вперед! Я чуть дальше не могу стать! Фейерверк, наверное! Пацаны потом расскажу! Давай холодно круглый уже! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! JERARY nies�